Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу. Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу. 11-12. Хабаровск, 19 июня РИА Новости. Ученики нескольких школ Биробиджана в Еврейской автономной области с сентября этого года будут платить не за вход в школу, а за карту доступа в рамках оснащения учебных заведений системой управления контроля и доступа, СКУД. При этом учеников на занятия пустят и без карт, сообщила РИА Новости начальник отдела образования мэрии Ольга Играшкина. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что с сентября вход в одну из школ Биробиджана станет платным на пороге и установит турникет, пройти через который можно будет по карте контроля доступа стоимостью 200 рублей. Эта информация вызвала возмущение родителей в социальных сетях. 22 апреля, 14-26. Подмосковные школы могут перевести на безналичную оплату обедов. В целях исполнения требования антитеррористического законодательства и обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях, по решению суда, все учреждения должны быть оборудованы системой управления контроля и доступа. На установку этой системы во всех школах города нужно более 9,4 миллиона рублей. В этом году эти средства в бюджете муниципалитета не предусмотрены, и только с 2020 года мы сможем включиться в эту программу. Но по решению суда, около половины школ должны быть оборудованы этой системой уже до конца 2019 года, прокомментировала ситуацию Играшкина. Она отметила, что всего в городе 13 школ, в которых обучаются от 250 до более 1 тысячи детей. 7 февраля, 12.10. В России разработали систему распознавания лиц для доступа в школу. По словам собеседницы агентства, в отдел образования обратился частный предприниматель, который готов взять на себя расходы по установке и обслуживанию СКУД. Карта доступа в здание приобретается по желанию родителей, добавила она. В базу данных заносится информация о времени прихода и ухода ученика, эта информация может быть направлена СМС-сообщением родителям. Услуга по информированию родителей платная, но если они не хотят получать такую информацию, им достаточно карты для входа. Если родители не хотят приобретать карту, охранник запустит ребенка в здание с помощью пульта. У охраны будут списки детей, а у учеников есть дневники и тетради. Ребенок в любом случае попадет в школу, а посторонние в здание не пройдут, сказала Играшкина. По информации мэрии, стоимость карты доступа составляет 200 рублей, стоимость услуги СМС-оповещения составляет 150 рублей в месяц.